МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные актуальные темы, прошедшие, проходящие недели, с гостями нашей программы. Я их сразу же хочу представить. Михаил Ерштейн, политический аналитик и блогер. Михаил, приветствую вас. Добрый день. И Микс Хоук, журналист, политический аналитик. Микс, приветствую вас. Здравствуйте. Оба наши гостя находятся в Соединенных Штатах Америки. И мы, собственно, начнем нашу передачу с американских событий. И прежде всего, это, конечно, то, что происходит и с президентом. Затем мы коснемся и темы его сына, Хантера Байдена. Но давайте вначале по поводу президента. Палата представителей Конгресса на этой неделе, а в палате большинство составляют республиканцы, проголосовала за резолюцию, авторизирующую проведение расследования по импичменту президента Джо Байдена, ну и создающую для этого формальную юридическую основу. В чем суть обвинения? Что будет дальше? Вот давайте на эту тему и поговорим. Михаил, ваш взгляд, ваш комментарий. Я должен напомнить, что еще Кевин Маккарти, бывший спикер, он, в общем-то, инициировал тогда именно вот начало, не введения процедуры импичмента, а просто разбирательств по поводу того, есть ли основания вынести импичмент или нет. Но вот сейчас как раз этим тоже занимается Палата представителей, и такое впечатление, что основания есть, хотя они еще, что называется, американскому народу не предъявлены. Ну, частично, будем так говорить. Михаил, вам слово. Ну, во-первых, Кевин Маккарти тогда сослужил плохую службу Конгрессу, потому что его тут же стали обвинять в том, что так нельзя, начинать процедуру импичмента должно быть голосование, он голосование не провел, поэтому все запросы на какие-то документы, запрашиваемые у администрации, они просто игнорировались. И это мы сейчас видим, эти информации вылезают буквально каждый день, потому что, например, эти архивы, печально известные после рейда на Трамп в Маралага, они отказываются сейчас выдавать какие-то документы, просто игнорируют запросы. После того, как импичмент формально объявлен, им уже будет не так просто игнорировать, поэтому какие-то документы, по крайней мере, у комиссии будет уже доступ. Каким-то документам, которым сейчас нету. А насчет того, что американский народ не видит каких-то нарушений Байденом, но это если американский народ не хочет видеть, он их не видит, если хочет, то видит, потому что для американского народа, который был бывшим советским народом, это все очень-очень заметно, потому что просто вот эти вот все эти коррупционные схемы, все эти схемы по отмеванию денег, по переводу денег, они, особенно тем, кто жил в 90-е годы еще в СССР, очень хорошо знакомы и видны просто невооруженным взглядом. Нет, ну здесь тоже немало таких было дел, когда подозрения в коррупции потом оказывались реальностью. Ну, кстати, в этом президент по этой резолюции и осуждается, он осуждается за взяточничество, за коррупцию и использование своего влияния для продвижения собственного бренда. Вот так сказано. И три комитета Палаты представителей контролируют республиканцы, заявляют о взяточничестве и коррупции во время пребывания Байдена на посту вице-президента, то есть тогда, когда президентом был Барак Обама. Ну, опять-таки, пока не предоставлены доказательства злоупотреблений со стороны Байдена. Так что о выдвинутых против президента обвинениях, ну, по-разному отзываются и демократы, и республиканцы. Но лидеры республиканцев, они заручились значительной поддержкой, утверждая, что администрация тормозит расследование, то, о чем вы говорите, Михаил. И что следователи просто стоит наделить большими полномочиями для сбора улик. Вот эта резолюция, она, собственно говоря, и сподвигнет на то, чтобы будет меньше отказов, по крайней мере, со стороны Белого дома. Микс, ваш взгляд, ваш комментарий по поводу того, что сейчас происходит? Ну, мне кажется, что несколько преувеличена информация о том, что доказательств нет, потому что, на самом деле, собрано достаточно много свидетельских показаний, причем задолго до того, как вообще эта идея импичмента стала летать в воздухе, потому что подельники Хантера Байдена давали показания еще несколько лет назад. Уже книга вышла опубликована по этому поводу, где все это описывается, как они обделывали свои делишки и как папа нашего героя был в это во все вовлечен, и как он оказывал влияние и так далее. То есть, на самом деле, как минимум, уж косвенных свидетельств по этому поводу предостаточно существует. Другой вопрос, что мы живем сегодня в мире виртуальной реальности, когда то, что вокруг нас происходит, создается масс-медиа. И поэтому, действительно, если постоянно по всем каналам телевизионным будут рассказывать, что никаких доказательств нет, это как про выборы. Выборы у нас самые честные, они абсолютно прозрачные, там все было совершенно нормально, поэтому какие могут быть вопросы? Если у вас есть вопросы, вас надо посадить. Практически так это происходит, собственно, и в упомянутой Российской Федерации, где точно так же, собственно, пресса описывает величие вождя, ну и все, в общем, говорят, ну да, действительно, а что такого-то? Все прекрасно у нас, ни войны никакой нет, все вообще в жизни хорошо. Поэтому тут, конечно, реакция общественности будет зависеть не столько от наличия каких-то доказательств, сколько от того, какая реальность будет им создаваться. Да, вообще это удивительно. В Соединенных Штатах леволиберальные, левые либеральные средства массовой информации, они ведь, когда затрагивают тему фальсификации, обязательно говорится, ну если Трамп, допустим, по этой теме высказывается, как лживо заявляет бывший президент, выборы были сфальсифицированы. То есть вот такая установка, причем она существует точно так же, как при упоминании в России иноагента, там целая конструкция существует, которую нужно прочитать, она обязательно, Роскомнадзор за этим следит, чтобы если уже человек назван иноагентом, то существует там его характеристика в 15-20 словах. То же самое здесь. Если заходит разговор о фальсификации, как лживо утверждают, у нас нет другой позиции. Я говорю об определенных СМИ. Да, так дело в том, что ведь законы пропаганды, они одинаковы везде, так же, как собственные законы фальсификации. Почему мы так легко можем это разглядеть? Я еще просто в России живя, работал в этой сфере, имел отношение и к выборам, и к процессу наблюдения за выборами, поэтому я очень хорошо знаю все эти трюки, и я их вижу здесь, в общем, применяемыми точно так же. Потому что, ну как, ну, это как, я не знаю, как с физкультурой. Одни и те же принципы человеческое, это тело везде одинаковое, так же и мозг человека везде одинаковый, поэтому воздействие на него одними методами. Просто здесь у нас, в Соединенных Штатах, то, что называется, есть такое выражение, крайне пуганных идиотов. Люди, которые, в общем, на протяжении, до длительного времени никогда с такими вещами ранее не сталкивались, потому что, в общем, все было основано, и мораль, и этика, все было основано на других принципах до недавнего времени. Как-то с таких вещей было гораздо меньше. И теперь, когда эта лавина обрушилась на Соединенные Штаты, вот этого вот абсолютного попрания всего, что когда-то здесь считалось, в общем, базовыми вещами, то люди, конечно, они сталкиваются впервые, и они говорят, как, да не может такого быть, да как же так. То есть то, что для нас, в общем, выходцев оттуда совершенно привычно, и мы, в общем, понимаем, как это делается, здесь люди в это не могут поверить, они думают, что такого не может быть. Микс, а вот хотелось бы конкретизировать. Вы говорите, до недавнего времени. Как вы считаете, то есть Америка изменилась, а вот с какого времени? Это же ведь в обозримом прошлом. Для меня, например, понятно, я могу ответить на этот вопрос, когда мне задают, вот, а с какого времени изменилась? Или так, я отвечаю, с какого президента обычно, да, вот называя его имя. А как вам кажется, когда вот так вот резко, драматически изменилась Америка? Я думаю, что здесь не столько вопрос резкости, сколько вопрос, ну, Америка всегда была страной, построенной на ее делохристианской парадигме и этих ценностях. Ценностях того, что называют, простите за банально, с десятью заповедями и так далее. Когда было время, когда люди не лгали друг другу, когда договоры заключались рукопожатием на огромные суммы, и они выполнялись, и никто никого не таскал по судам, постепенно, когда мораль эта стала размываться, постепенно многие вещи просто стали возможными. То, что было невозможным в высокоморальном обществе, совершенно возможно в аморальном обществе. И когда эта мораль постепенно стала размываться, в результате мы, ну, вот, пришли в такой ситуации, когда сейчас я просто вижу, что происходит даже, ну, просто телефонные компании, которые тебе все время приписывают какие-то лишние деньги на счеты, если ты вовремя не уследишь, ты переплатишь, и потом ты будешь с ними выяснять отношения по телефону, там, часами, да. Ну, вот, просто какие-то такие вещи, которые, ну, вот, пожилые люди, с которыми я здесь дружу, общаюсь, говорят, что такого в принципе никогда не могло себе, трудно себе представить, там, 30-40 лет назад, а сейчас это в порядке вещей на каждом шагу, потому что люди считают, что нормально так себя вести, нормально лгать, нормально воровать, нормально... Вот меня вчера в магазине попытались обвесить. В магазине, в американском, обвесить. Просто подсунули лишний вес на весы, когда на кассе взвешивали овощи. Я это первый раз увидел в Америке, я был в шоке просто. То есть, вот такие вот вещи. Михаил, да, Михаил, опять-таки, может быть, вы это не считаете, но вот сейчас разговор у нас зашел, мы сейчас поставим точку и перейдем дальше к нашим актуальным темам, хотя это тоже актуальная тема. На ваш взгляд, если Америка изменилась, если вы так считаете, вы можете примерно сказать, когда этот момент произошел? Я могу. Я 35 лет живу в Соединенных Штатах Америки, и я примерно вижу, вот когда этот раздел произошел, когда политикум начал лгать, когда говорилось одно, делалось другое и так далее. И при этом президент, он был, ну вот, неприкасаемым в том смысле, что не дай бог его сторону косо посмотреть. Михаил? Нет, ну, основное, конечно, было при Обаме, но, скажем, 24 декабря 2009 года, когда сказали, что подписывайте Обама Керри, читать не нужно, там все правда, вот, то есть все, что говорили, все, не надо его читать. Но это как бы такая вторая ласточка. Первая ласточка, на самом деле, была, конечно, после 11 сентября 2001 года, когда стало возможно за всеми там следить, и фактически началось вот такое вот нарушение прав, нарушение свободы слова и нарушение всего под видом того, что это в целях национальной безопасности. Как только начинается нарушение свободы слова, дальше все остальное за этим следует мгновенно, как снежный ком. И хотя после 11 сентября это было, скажем, возможно, необходимым, но потом это надо было эти ограничения снимать, их не сняли, а только начали дальше закручивать гайки, приводя нас стремительно к Советскому Союзу образца 37-го года. Но началось, на самом деле, конечно, это еще немножко раньше. Самое начало это было в 50-е годы, когда другой Маккарти не доделал то, что начал делать борьбу с коммунизмом внутри Америки, потому что репрессий тогда было мало, и они потом все-таки расплодились во всех СМИ. Все вообще, в принципе, то, что все СМИ, большинство СМИ так сильно полевели и стали дуть под одну дудку, и в одну дудку фактически перепечатывать друг у друга вот эти, как вы говорите, эти определения. То есть если Трамп что-то сказал про выборы, то как это Трамп лживо сказал и так далее. Все вот эти вот их определения, которые... Это называется навешивание ярлыков, это называется. Штампы, штампы, штампы. Вот эти вот все штампы, которые... То есть нельзя пропустить фразу, не добавив вот то, чтобы это все прошло, это цензура. Ну вот фактически штампы это та же цензура. Вот как только это началось, как только это начали учить в университетах, потому что вся молодежь, ну вы же посмотрите, какой кошмар происходит. Ну нельзя тут не вспомнить то, что было на прошлом деле, эти слушания с Харвардом, MIT и Юпеном, да? Это же просто позор. Но это то, что это реальность, и до этой реальности... Ведь эта реальность случилась же не сегодня, и не вчера. Вот. Поэтому вот эти вот изменения, они накапливались. Какие-то были мелкие, которые игнорировали, а какие-то были просто вот катастрофические. И все это вылилось в то, что мы сейчас имеем. Микс, давайте вернемся к Байдену. Итак, Джо Байден. Он же ведь не пытается даже защищаться. Он считает, что все это на него льют напрасно. Ну что называется, все это политизировано, высосано из пальца. Он любопытные вещи говорит. Он говорит, что вот я пытаюсь заняться помощью Украине, а мне республиканцы навязывают тему импичмента. Я пытаюсь заняться помощью Израилю, а мне навязывают тему импичмента. В конце концов, я пытаюсь разобраться, что там у нас происходит на южной границе, а мне республиканцы навязывают тему импичмента. Ну, во-первых, здесь забывается, что Трамп только и делал, что отбивался от демократов, и два раза ему пытались вынести импичмент. Два. То есть этим занималась демократическая партия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю во время президентства Трампа. И, как мы видим, продолжает заниматься, поскольку Трамп представляет серьезную угрозу для кандидата-демократа. Но вот такая позиция. Он даже не говорит о том, что там чего-то он рассматривает или нет, просто республиканцы мешают ему заниматься делом, навязывая тему импичмента. Микс. Ну, во-первых, мне хотелось бы просто сразу напомнить, что когда мы говорим Байден, решил, Байден сказал, тут надо всегда помнить, что, в общем, конечно, мы имеем дело с человеком, который сам уже самостоятельных решений не принимает. Просто в силу даже физического состояния. Но тут дело в чем. Вот война в Украине, вот через пару месяцев, будет два года, как она идет. Да, разговоры об импичменте, это такой вот активный разговор о последних там нескольких месяцев. Что мешало разобраться с Украиной и помочь Украине по-нормальному, вот эти все, вот все это предыдущее время. Сейчас вдруг, да, неожиданно, когда заговорили про импичмент, сказалось, ах, тут же у нас с Украиной проблемы, надо же срочно заняться. Проблемы на границе у нас существуют уже очень давно. И уж как минимум с первых дней правления товарища Байдена, когда он заявил публично, что мы тут всех примем и, дескать, все у нас тут будет хорошо, мы всех любим, и толпы ломанули через границу. Это случилось задолго до того, как начали говорить республиканцы об импичменте, по крайней мере всерьез, на уровне уже действительно Конгресса. Поэтому все эти разговоры, это разговоры для бедных, это для людей, у которых память, как у рыбки, глупи, и они не в состоянии вообще как-то сложить два и два и вспомнить, что было, и кто, что когда началось, и кто на ком стоял. Это, ну, а с другой стороны, просто, а что ему еще отвечать, Джозефу нашему Байдену, на все обвинения, которые против него выдвигаются. Ответить ему нечего, поэтому остается говорить, что вот ему таким образом мешают работать. Ну, кстати, Михаил, я хотел бы, мы дальше перейдем к сыну, поскольку есть сообщения по его поводу. Просто, когда идет разговор, вот, о нынешней администрации, не кажется ли вам, что просто мы должны говорить о профнепригодности, о совершенной бестолковости при принятии решений. Причем, это ведь все было доказано выходом из Афганистана. Мы там оставили на 86 миллиардов долларов вооружения. На 86 миллиардов долларов мы оставили вооружение Талибану. Это просто в голове не укладывается. То, что происходит на южной границе, хорошо, есть интересы у демократической партии, но не так же тупо их нужно проводить в жизни. У нас же просто открыта граница. Вице-президент назван царем по этому вопросу есть. У нас такая должность совершенно не занимается. Хантер Байден, Джо Байден, вообще не понимает по идее, что там происходит. И знать не хочет. То же самое происходит и с Украиной. Сегодня республиканцы говорят, хорошо, мы говорим о деньгах, но в конце концов, я думаю, что с этим вопрос будет решен как-то более-менее. Сейчас Сенат, кстати, на каникулы не ушел, пытаться они будут решать как-то этот вопрос. Но там еще одна тема. Тот же самый Джонсон, нынешний спикер, он говорит, а есть ли вообще какой-то план у Джо Байдена по поводу того, ну допустим, что будет, когда война в Украине закончится. Есть ли какой-то план, есть ли Украина, вот вся эта затяжная кампания, она идет, будет проходить годы. Есть ли какой-то план Би? Вообще, есть ли какой-то план, почему мы Ф-16 выдаем только в 2024 году, а к примеру, не в 2022 в декабре месяце. Почему мы ракеты дальности большой, почему мы их до сих пор не дали Украине? Какие цели мы там преследуем и так далее. Опять-таки, я хочу вернуться, это совершенно бездарная администрация, которая вот так же мы выходили из Афганистана, так же ведется у нас и экономические проблемы, так же и у нас ситуация на границе. То же самое и с поддержкой Украины. Они не знают, что они просто делают. Михаил. Ну, к сожалению, они знают, что они делают, и вот это очень печально, потому что вредители, они вредители всегда, если можно использовать опять старую советскую терминологию. Но, во-первых, я скажу, что в их вот войск из Афганистана нам еще стоил, я думаю, немало крови в Израиле, потому что из этих 86 миллиардов вооружения неизвестно, сколько попало потом в руки к Хамасу и к исламскому джихаду и так далее. Афганистан, но то, что администрация профнепригодна, это видно на каждом шагу, это видно на том, что творится на границе. Недавно вспоминали Джей Джонсона, бывшего начальника Homeland Security при Обаме, который говорил, что если больше четырех, если четыре тысячи человек переходит за день границы, то это уже катастрофа. А тут недавно был поставлен антирекорд, когда 12 тысяч за день перешло. 12 тысяч. То есть, это 5 миллионов в год, если такими темпами. Просто людей бурным потоком, кто их там проверяет, кто их там... И четыре года к аденции президентской Байдена, это 20 миллионов, да, получается? Да, да. Это 20 миллионов, да. Поэтому и Байден, конечно, пытается лавировать, ну, он не может лавировать, поскольку он... Это не он, а от его, как бы, администрации. Он никаких решений и ничего принимать не может, конечно, это всем давно понятно. И они пытаются... Ведь вся проблема с этим с помощью Украины и с помощью Израиля в том, что республиканцы сказали, что вы не можете помогать другим странам и не защищать свою собственную. И демократы кричат, что что это за ерунда, как так можно, нет, это мы потом будем рассматривать, всячески пытаются это... убрать, эту... Давайте мы к этой теме, давайте мы вернемся немножко позже. Сейчас мы... Я хотел бы, чтобы мы еще немножко и о Хантере поговорили, поскольку он проигнорировал просто повестку Конгресса с требованием дать показания за закрытыми дверями. Это должно было быть в среду. Но в среду он сказал журналистам, что будет давать показания только публично. И заявил, что у следователей республиканцев ни стыда, ни совести. Это как... Да, есть такая поговорка, чья бы корова мычала. Вот человек, у которого и стыд, и совесть, он говорит о том, что их нет у республиканцев. Многие обвинения касаются зарубежных сделок Хантера Байдена и предположительной причастности к ним его отца. Ну вот, Микс, ваш взгляд, ваш комментарий по поводу всего происходящего. Ну, во-первых, конечно, Хантер здесь играет в игру, потому что выглядит это со стороны для человека незнающего действительно очень красиво. То есть, я не хочу никаких кулуарных разговоров, дайте мне возможность высказаться публично, и я все расскажу. И обыватели начинают хлопать в ладошки и говорить, ой, как замечательно, смотрите-ка, парню нечего скрывать, парень готов публично говорить. Но дело-то в том, что вопросы, которые ему собираются задавать, это вопросы, которые очень часто касаются национальной безопасности. И по ряду этих вопросов в публичном, прежде чем задавать вопросы публично, надо сначала прояснить ситуацию за закрытыми дверями. Не обо всем можно говорить публично. И именно этим вызвано, ну, помимо того, что есть еще порядок определенный в Конгрессе, как это делается всегда, к чему тоже, в общем, стоит относиться с уважением, как минимум, к законам и к правилам, установленным в стране, в которой ты живешь, гражданином, в которой ты являешься. Хантеру, видимо, это не очень важно. Но тут есть еще просто чисто практический момент. Поэтому, естественно, затруднения представляют некоторые начинать с ним разговор и опрос его прямо сразу публично, без каких-то предварительных подготовок. И на это, в общем, это хороший ход, безусловно, адвокатов его в плане произведения впечатления на общественность. Это ход хороший, но это говорит как раз о том, что Хантер пытается играть, ее лить и уворачиваться, и он не готов на самом деле ни к какому серьезному разговору, потому что он не понимает, что если завтра мы устроим публичный опрос, то половину важных вопросов мы не сможем задать. Михаил, Хантер Байден, ваш комментарий очень кратко. Ну, Хантер Байден, конечно, это была попытка устроить такую, дать ему какую-то трибуну, на которой бы он как махал там кулаками, залезал на броневики и кричал, что я не виноват и не надо, но понятное дело, что когда вызывают для вот этого депозишн в Конгресс, сначала с ним разговаривает не вся комиссия, а собственно разговаривают сотрудники членов этой комиссии, и они задают ему вопросы по каким-то документам, почему-то неизвестна степень секретности этих документов, и эти допросы никогда по, ну, у них же протокол есть, по которому они работают, эти допросы никогда по телевизору не показывают. Естественно, он закричал, что он готов выступать публично, все захлопали, что вот ему нечем, те, кому надо было хлопать, что ему нечего скрывать, и потом, конечно, он устроил вот это вот показательное шоу, и это просто, ну, это все на публику, исключительно на публику больше ничего, понятно, что никаких он, ничего он не скажет, воспользуется каким-нибудь там пятой поправкой, возьмет, скажет, что я, или, как это, я не помню, я не знаю, я не притоминаю, затрудняюсь ответить, это я не я, и так далее, и всегда, всегда ничего от него не добьются, естественно, потому что он не для того он туда пришел. Друзья, давайте прервемся на техническую паузу, после чего вернемся в нашу программу. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, мы продолжаем программу Пресс-клуб. Сегодняшние гости Микс Хоук, журналист и политический обозреватель, и Михаил Гирштейн, политический обозреватель, аналитик и блогер. Ну что, давайте перейдем теперь к визиту Зеленского. Наверное, более подробно мы, конечно же, поговорим о том, как он провел в начале недели, понедельник и вторник он был в Соединенных Штатах, но перед этим он ведь побывал на инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милле. Миллей консервативный либертарианец. Во внешней политике он придерживается произраильских и антикремлевских взглядов. Кстати, его представители уже объявили об отказе отступления в БРИКС. Ну и вот на этой инаугурации побывал американский, побывал украинский президент. И там же он встретился с президентами Уругвая, Парагвая и Эквадора. Я думаю, что Украина однозначно понимает, что в Латинской Америке есть консервативные режимы, с которыми имеет смысл дружить, имеет смысл договариваться. К примеру, сейчас не о чем разговаривать с Бразилией, где левый президент Бразилии Лула от встречи с Зеленским вообще отказался, но есть с кем разговаривать в Латинской Америке, и мне кажется, что этот визит был довольно успешным для Зеленского. Как вы считаете, МИКС? Ну, проблема Украины одна из основных, на мой взгляд, это то, что Украина, начиная еще со времен Петра Алексеевича Порошенко, заняла четкую позицию поддержки Демпартии и политики Демпартии, и достаточно, в общем, регулярно вмешивалась каким-то образом, не прям так активно, но, по крайней мере, вербально выступала на стороне Демпартии, отказывалась республиканцу предоставить определенные доказательства, свидетельства. МИКС, я хотел бы, чтобы как раз встреча Зеленского в Вашингтоне, встречи, немножко позже, вот по поводу Латинской Америки, это очень важный визит, мне кажется. Да, вот о чем я, собственно, говорю, что политика, я к этому просто как раз хотел подойти, что политика была, в общем, на поддержку демократов в основном левой публике. И то, что сейчас в силу обстоятельств, опять же, но очень хорошо сложившихся обстоятельств именно в Южной Америке у Зеленского налаживаются контакты с консервативными политиками, это, конечно, может сыграть очень хорошую и полезную роль для Украины. Если, опять же, они сейчас все это не разрушат под влиянием Демпартии, у которой, безусловно, большое влияние на нынешний украинский кабинет, будем надеяться, я очень надеюсь, в общем, потому что то, что случилось в Аргентине, это, безусловно, прекрасно, и все мои тут аргентинские друзья в Америке очень радуются по этому поводу, просто чуть не танцуют на месте, рассказывая о результатах выборов, вот, поэтому это, конечно, мы будем надеяться, потому что от этого гораздо больше будет пользы Украине, чем от всех контактов с Демпартией Соединенных Штатов. Михаил? Да, я абсолютно согласен с Миксом, потому что, если, например, любые украинские каналы смотришь или слушаешь, всегда, например, называют Трампа клоуном, и любое его там высказывание тут же возникает, что вот сколько может, ну, приспешником Путина и так далее, вот вся вот эта вот играют, дуют в одну тутку с Демократической партии, хотя, как мы видим, как вы уже говорили, перед этим администрация Байдена очень неохотно помогает Украине, хотя на словах кричит, что мы помогаем, а как мы видим, они самолеты не дают, дальние ракеты не дают и ничего не дают и тянут время, и, собственно, сейчас демократы затягивают время, не соглашаясь на какие-то на защиту собственных границ, и под этим видом как бы кричат, что республиканцы не хотят выделять помощь Украине, поэтому тут просто надо разобраться, кого поддерживать, но, к сожалению, Украина поддерживала уже демократическую партию не просто так, у меня, конечно, доказательств особенных нет, но потому что происходит по ситуации с Бурисмой, по ситуации с тем, когда тот же Байден кричал, что он сказал, что не даст миллиард долларов Украине, если, когда он был вице-предидентом, если Украина, если они не уволят Шокина, генерального прокурора, это видно, что Украина, в принципе, для демократической партии была просто очередным способом отмывания денег, и когда туда приехал Жулиани, за документами, вспомните, как кричали, что его нужно лишить лицензии, и какими словами Жулиани вообще тогда прессии крыльей, так можно сказать, поэтому естественно, те, кого кормят и от кого кормятся, их же нельзя ругать, поэтому надо ругать остальных, поэтому, к сожалению, пока вот этот вот узел не будет разрублен, это все связано с коррупцией в Украине тоже, то ничего, к сожалению, не поменяется, и нужно ждать, надо надеяться, что Зеленский, может быть, начнет что-то понимать в этом плане. Ну давайте тогда, да, перейдем к визиту Зеленского в Вашингтон, он встретился и со спикером Нижней палаты, была и встреча с Байденом, это все происходило во вторник, а в понедельник он, кстати, встретился с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка, и, в общем-то, кстати, вот о деньгах не только страны поддерживают Украину, но и различные финансовые организации, был согласован транш 900 миллионов долларов, практически миллиард от Международного валютного банка Украине. Так что, в разных направлениях Украина все-таки получает деньги. Опять-таки, вот ситуация в Конгрессе не разрешена, пакет помощи не одобрен, как вы рассматриваете всю эту ситуацию? Вот, действительно, я когда смотрю, у меня нет ни российского телевидения, ни украинского телевидения, я смотрю каких-то блогеров популярных, там, на Ютьюбе, ну, действительно, иногда нормальные аналитики, очень, они толково говорят, очень артикулированные, я сейчас не буду называть, там, есть несколько человек, которых я постоянно смотрю. Как только заходит речь о поддержке Украине, так какие-то трамписты возникают, так, не дай бог, Трамп и так далее. Сегодня ситуация не связана с трампистами, и на этой неделе Метро мне сказал, он говорит, когда мы говорим о помощи Украине и говорим, что у вас есть 60 миллиардов долларов на эту помощь, почему у вас не найдется какого-то количества, а это не десятки миллиардов, 5, 6, 7 миллиардов долларов на то, чтобы закрыть границу, у нас же катастрофа, почему у вас этих денег нет у администрации, а 60 миллиардов на помощь Украине есть. Но действительно ведь ситуация абсурдная, совершенно. Президент принимал присягу Джо Байден, это у нас выборная должность, президента выбирают, когда он приносит присягу, он говорит о службе американскому народу и о том, что главная его задача это безопасность американцев, безопасность, на это, кстати, вот последний бюджет, 886 миллиардов долларов будет в 2024 году, 886 миллиардов на безопасность американцев. Почему в таком случае у нас открыты границы, когда к нам заходят миллионы и миллионы, у нас нашествие в Соединенные Штаты Америки. И о чем говорят республиканцы? Они говорят о том, что президент в конце концов должен образумиться и выполнять свои обязанности. Сегодня проблема не в республиканцах, сегодня проблема в президенте Байдене, который должен просто-напросто рощерком пера эту проблему решить. Реши проблему с южной границей и тогда в принципе будет решена и проблема помощи Украине. Как вы считаете, Микс? Это безусловно так, и это как раз то, что я понимаю, что это очень трудно понять украинцам, на которых падают бомбы и ракеты каждый день, и для них, естественно, их ситуация приоритетна, но и само собой для американских политиков, для американских законодателей именно интересы Соединенных Штатов должны быть на первом месте. При этом нельзя, в общем, забывать и то, что когда мы слышим бесконечные разговоры о миллиардах долларов помощи Украине, которые мы уже якобы перевели, тут очень важно помнить, что это пакетные миллиарды долларов, и в этих пакетах на самом деле Украине из этих денег перепадает лишь небольшая часть. Большая часть этих денег уходит на совершенно с Украиной не связанные нужды. И, на мой взгляд, это целенаправленная политика Белого дома постоянно кричать о миллиардах для Украины, чтобы просто в конце концов вызвать уже у людей абсолютное отторжение вообще какой-либо помощи для Украины. Потому что, когда мы вот в той ситуации, в какой мы находимся, и с южной границей, и с экономикой, и так далее, и когда люди постоянно слышат, вот еще мы сейчас 40 миллиардов, вот еще сейчас 60 миллиардов, у людей нарастает раздражение. И, на мой взгляд, добиваются именно этого. Потому что никто не говорит о том, что мы отсылаем очень много денег во многие страны, включая Китай, например, по закону, принятому еще после Второй мировой войны. Это до сих пор не остановлено. Но вот про то, что вот мы помогаем Украине. А иди загляни, ведь это все публично есть. Иди загляни, вот на что, что там в этом пакете помощи Украине. Гендерные исследования в Пакистане, поведение там пьяных мышей исследования. Вот это вот все. И это все как бы идет в пакете помощи Украине, да. То есть получается, что в реальности Украина получает значительно меньше, но у нас, у людей, обывателей простых, американских, складывается ощущение, что просто уже чуть ли не весь бюджет в Украину перевели. Нет, я еще раз хочу сказать, что дело здесь ни в каких не трампистах. Это такой жупел, да, которым пугают всех. Вот трамписты, Трамп. Мит Ромни, он выступал как раз за первый импичмент Трампу. И когда Мит Ромни вышел вместе с республиканцами из зала, они не смогли договориться с демократами. Он просто сказал, говорит, хватит нам рассказывать о ситуации в Украине. Мы прекрасно все знаем, мы это видим. Мы хотим помощи Украине, мы хотим Украине помочь. Но при этом у нас же катастрофа происходит, у нас в Соединенных Штатах Америки. В этой катастрофе виноват президент. И я должен сказать, что здесь не только привязка к Украине. Возьмем ситуацию полтора-два месяца назад, когда разбирался госбюджет, и республиканцы говорили о том, что мы не будем подписывать госбюджет, потому что нам нужно решить вопрос с нашими границами. Как только есть повод, президенту указывают на то, что он не занимается своим непосредственным делом. Он принимал присягу защищать нас, американцев. Он не выполняет свою президентскую присягу. Он занимается всем, чем угодно, только не защитой наших границ. У нас же действительно катастрофа. Поэтому это не только к Украине привязывается, это привязывается к любой спорной теме, ему дает понять, что в конце концов займись своими непосредственными обязанностями. Михаил. Да. Но мы видим же, что происходит. Это опять-таки это к тому, что, во-первых, если 60 миллиардов, они говорят, что уходят на помощь Украине, то 10 миллиардов или 5 миллиардов уходят на закупки вооружения, и 15 миллиардов уходят на то, чтобы заплатить Пентагону за замену этих вооружений. То есть, ну, например, если 20 миллиардов выделяется. Поэтому тут вопрос действительно очень тонкий насчет этой помощи. И эти 5 миллиардов, которые выделяются, это 5 миллиардов, которые уже были давно потрачены и вооружение, которое иначе было бы списано. У них там 5 миллиардов, которые выделяются, это примерно, на самом деле, они потратили бы, наверное, 10 или 12 миллиардов, чтобы это вооружение уничтожить. То есть, это еще та еще помощь, конечно, в Украине, но действительно общественное мнение уже говорит, что сколько можно с одной стороны, а с другой стороны демократы при каждом удобном случае кричат, что вот республиканцы отказываются эту помощь предоставлять, смотрите, какой там ужас и так далее. То есть, это такой вот беспроигрышный для них, казалось бы, ход со всех сторон, но тут, конечно, приятно удивил Митро мне, который, от которого такого ожидать было трудно, потому что он уже давно не республиканец, давно демократ или привкнувший к ним, и вдруг, если уж Митро мне заговорил о границах, то, видимо, совсем дело гораздо хуже, чем даже то, что мы себе представляем. Вот. И тут сейчас такая патовая ситуация, предвыборная, не надо забывать, что поскольку все, что происходит, связано с тем, что в будущем году будут выборы. И чем это все закончится, я боюсь, что это закончится как обычно, что ни о чем не договорятся, подпишут, что Майка Джонсона тоже сломают, он подпишет согласиться проголосовать за этот закон, найдется два или три республиканца, которые решат, что им не нужно, что им дороже там свое место, потому что они в каких-то таких сомнительных округах, где там 50 на 50 населения, и проголосуют за, и этот в итоге все пройдет, потому что сломать сенаторов гораздо проще у них, и так большинство, ну не большинство, это 50 на 50 тоже, но при наличии Камалы Харрис, который голосует так, как надо, всегда сомневаться не приходится, поэтому, к сожалению, шансов на то, что республиканцам удастся добиться того, что нужно, мало, но может быть, хоть на какие-то уступки эта администрация пойдет, и будем надеяться, что в будущем году эта администрация все-таки сменится. Давайте перейдем к другой теме, не менее напряженная ситуация сложилась на саммите Евросоюза, на котором должен был решаться вопрос о приглашении Украины вступить в Европейский Союз, Венгрия упорствовала, но приглашение это все-таки поступило, причем это уникальная была ситуация, когда Шольц, он увидев, что Орбан будет препятствовать приглашению, там Украина, Молдова, и в качестве приглашенного члена еще и Грузия кандидата, он просто сказал, может быть, вас здесь не будет в помещении, и Орбан вышел. Какая-то гоголевщина на самом деле. То есть здесь, получается, нашли выход. Мы против, но если я выйду, то получается, что я просто воздержался. Но это вот в этом решении, что касается помощи, существует здесь несколько разбивка по нескольким направлением, 50 миллиардов евро на экономическую помощь Украине, 20 миллиардов евро на военную помощь, вот здесь пока Орбан говорит, что нет, Украина пока не готова к получению этой помощи, она там одно, второе, третье не выполняет, и так далее. Микс, ваш взгляд на то, что происходит? Ну, во-первых, я напомню просто, что Виктор Орбан это человек, который карьеру свою начал, как глава комсомольской организации своей школы, свою политическую карьеру, поэтому он был очень плотно, его партия, одним из основателей, который он был, у меня сейчас вылетело из главного названия, наяв как-то, первая его партия еще в 88-м году, это была партия, очень плотно связанная с Кремлем и с КГБ, и в 90-е годы, опять же, есть немало информации о его связях с криминалитетом российским, поэтому, в общем, там, вот, непосредственно у этого человека это не страна Венгрии, это конкретный Виктор Орбан, у которого, вот, вот у него такая биография, такой послужной список, поэтому, собственно, чего еще от него ждать, конечно, он наверняка там сотрудничает и, возможно, даже не по собственной воле, возможно, ему даже самому это не очень нравится, но у него, скорее всего, просто нет другого выбора, поэтому он будет всеми силами стараться делать все для того, чтобы тормозить любую помощь Украине, неважно, касается это вступления в ЕС, там, вступления в НАТО или финансовой помощи, военной помощи, он будет делать все, что выгодно Москве, то есть, фактически, Виктор Орбан это голос Путина в ЕС, вот, можно просто, мы говорим Орбан, подразумеваем Путин, по сути, это, к сожалению, вот такая вот ситуация, как с этим будет разбираться дальше ЕС, ну, вот, несколько дней назад начался саммит в четверг, да, то есть, ну, вот, сейчас так, собственно, пока ничего, и, ничего сказать, ничего радикального, ничего. нет, ну, как бы, две новости, одна хорошая, одна плохая, все-таки, приглашение рассматривается в Украине, и Зеленский сказал, что это большая победа, уже Песков выступил, явно там, огорчены в Кремле, тем, что происходит, Песков говорит о том, что это политизированное решение, что это приведет к дестабилизации Евросоюза, еще две страны, Молдова и Украина, присоединившиеся, в общем, там попытались, все это всячески, там, очернить, и так далее, но это и понятно, реакция Кремля, им-то в данном случае радоваться нечего, это хорошая новость для Украины, что касается финансов, то да, это пока рассматривается, но, собственно, в Евросоюзе заявили, что пока отложили мы рассмотрение этого вопроса, и продолжим эту тему буквально в самом начале 2022 года, в начале января, Михаил. Ну, с финансами, ворвом, конечно, он там, упор Путина, с одной стороны, с другой стороны, он пытается, еще там себе какие-то, там, какие-то 30 миллиардов, которые он все ждет от Евросоюза, которые ему никак не дадут, и тут идет торговля уже на уровне, там, больших денег, 10 миллиардов ему, по-моему, все-таки уже выделили, но неизвестно, конечно, смягчит он позицию по Украине или нет, трудно, конечно, поверить, если с его тесными связями, с российским руководством, что это произойдет, но будем надеяться, что, может, в следующий раз он опять выйдет откуда из зала во время голосования, но основная проблема же в Евросоюзе нет, основная проблема в том, что у них должно быть единогласное голосование, пока этого не отменят, шансов никаких нет, потому что он там сейчас в Словакии, какой-то сомнительный, сейчас президент тоже, который заявляет о том, что помогать Украине не надо, поэтому пока большинство не оставили, не перейдут на большинство, хотя бы на квалифицированное, говорить тут не о чем, всегда найдется какие-нибудь пропутинские люди там, вот, но кроме этого, в принципе, конечно, то, что сами, то, что все-таки, несмотря там на войну, несмотря ни на что, и Украину позвали уже официальную ЕС, и Молдову позвали, и Грузия, которая очень переживала перед этим, что почему ее не зовут, тоже позвали, это, конечно, важное изменение, и Песков может переживать, может не переживать, но это, в общем, реальность, поскольку Украина никогда не заявляла, что у нее свой особый путь, всегда, ну, не всегда, но, в общем, довольно давно уже стремилась интегрироваться в европейское общество, и это хорошее движение, хорошую динамику. Давайте перейдем теперь к еще одной теме, действующий президент России принял решение участвовать в выборах главы государства, в 2024 году, совершенно неожиданно, конечно, собственно, так это и выглядело, он об этом сообщил, после торжественного вручения медалей «Золотая звезда» героям России, там была церемония, Путин провел беседу с участниками мероприятия, и вдруг вот подходит к нему, потом это оказалось спикер парламента, так называемой Донецкой Народной Республики, подполковник и герой ДНР Артем Жога, ну, понятно, что многие тут же букву «Ж», букву «Г» в его фамилии поменяли на другую букву, в общем, от Жоги поступила такая просьба, Путин вам попросил принять Путина участие в выборах, и, представляете, Путин ответил согласием, ну, вот так, вот так, что это, конечно, совершенно неожиданно, как бы, после этого Песков говорит, что решение президента о выборах было реакцией на обращение людей, а не домашней заготовкой, ну, вот так, ему задали вопрос, мол, и он на него ответил, вот, все абсолютно спонтанно произошло, мы в это, конечно, верим, и буквально через какое-то количество дней у Путина была прямая линия, и вот, кстати, продолжая тему того, что происходит в Евросоюзе, он заявил, все, что связано с Украиной, у нас есть цели, демилитаризация, деноцификация, все это остается в силе, и нейтральный статус Украины, но вот то, что Украина приглашена в Евросоюз, это уже не нейтральный статус, ведь нейтральный статус, это не обязательно не вхождение в НАТО, иными словами, исходя из поставленных целей, которые заявил Путин, они не изменились, получается, почти за два года, он эту войну видит, как войну, которая будет продолжаться десятилетиями, ну, по какому-то такому, я не знаю, сирийскому, ливанскому сценарию, как вы считаете, Микс? Ну, мне хотелось бы, во-первых, конечно же, отметить колоссальнейшее влияние председателя парламента Донецкой Народной Республики, по слову которого, Путин, как зайка, побежал баллотироваться в президенты, ну, это просто редкий политик в наше время достиг таких высот, если говорить серьезно, то, в общем, совершенно понятно, что задачи, которые Путин изначально провозглашал, он их потом менял несколько раз, сейчас он объявляет снова о тех же самых задачах и целях, опять же, пользуясь тем, что люди, как правило, не очень хорошо помнят, о чем, когда кто говорит из политиков, в действительности, цель это уничтожение Украины, ведь понятие нейтральный статус, это вообще понятие очень относительное, что такое нейтральный статус, а в каком отношении он нейтральный, а дипломатические отношения с какой-нибудь африканской стороной, которая в нехороших отношениях с Российской Федерацией, это нейтральный статус, или это уже ай-яй-яй, то есть здесь, в принципе, очень размытые все эти понятия, тем более, я уже не говорю про деноцификацию, демилитаризацию, про демилитаризацию украинская, в общем, мы видим сейчас, насколько Украина нуждается в помощи всего мира, для того, чтобы противостоять российской агрессии, если бы Украина была настолько милитаризована, что ее надо было бы демилитаризовывать, то, в общем, вряд ли Украина бы испытывала недостатки какие-то в боеприпасах, в оружии и так далее, поэтому все эти цели, это цели фиктивные, на самом деле, речь идет об уничтожении Украины, потому что в современной историографии РФ и Киев, это мать городов русских, современная российская империя Путина без Украины и без Киева в своем составе, это, ну, фактически, это ни на чем, то есть основания никакого нет, потому что их основание, это то, что все началось в Киеве, а потом Москва стала правоприемницей, и вот Москва теперь рулит на всех этих территориях. Если основная территория утрачена, то уже как бы весь миф надо переписывать, а если его переписать, тогда вся тысячелетняя история московского царства, она, в общем, разрушается мгновенно, и все это подрыв устоев, нельзя себе позволить такое. Ну, кстати, Путин ведь он заявил, что учебники должны соответствовать государственной линии, это вообще, ну, это полностью уже уруиловщина. Человек совершенно четко заявляет, учебники должны соответствовать идеологии Российской Федерации, ничего больше. Мы будем, в общем-то, историю переписывать. Михаил. Ну, к сожалению, это ничем не отличается от того, что происходит у нас сейчас здесь, с Critical Race Theory, с другими вещами, так что тут ничего удивительного, и мы еще прекрасно помним, что линия партии – это линия, в которой в каждой точке переломы, да? Но это переписывание учебников любимое занятие любых диктатур или полудиктатур, тут ничего нового нету, никогда не было. А то, что вот Мик сказал, что Киев, ну, перепишут учебник, в конце концов, и Киев оттуда, как основа Руси, пропадет. Все сразу начнется с Москвы, все сразу начнется с 1147 года, до этого никакой истории не будет. Михаил, Михаил, Михаил и Микс, у нас практически времени не осталось. Вот эти заявления Путина говорят о том, что Путин вообще не думает о мире, то есть его война может продолжаться десятилетия, очень кратко, Микс, у нас времени нет. Это ничего не значит. Путин трипло. Он говорит то, что говорит. Все может измениться прямо завтра. Михаил? Да, я полностью согласен. Ну что, друзья, я благодарю вас за участие в нашей программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова